Продолжение следует... То, что сам проходил и то, что сам знаешь. То есть я не про теорию, я про практику. Так, ну, про компанию буквально один слайд. 12 лет на рынке информационной безопасности, 23 года ВИТЭ, работаем на корпоративном секторе рынка, много офисов по России и по миру, в принципе, дальше. Ну, я, наверное, из своей весенней презентации, которая вызвала определенный интерес, просто для связки сохраню начало. Все остальное я не буду говорить, это весной рассказано. Ну, прежде всего, когда бизнес начинает расти из двух-трех человек во что-то более крупное, нужно понимать, что вкладываться придется не только временем и трудом, но тем, что ты будешь зарабатывать гораздо меньше. То есть со старта приходилось, ну, это было там в давние времена, себе платить 250 долларов сотрудникам 700. По-другому никак нельзя, потому что это твой бизнес, а не их. Они работают за деньги, которые сегодня, а не за светлое будущее. Если ты веришь в результат, то ты себя должен ограничивать. То есть вопрос психологической готовности жить N лет беднее и хуже, чем сотрудники. Ну, как мне всегда казалось и считаю сейчас, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если хочешь достичь каких-то хороших вершин, нужно со старта чем-то жертвовать. Насчет дружеских отношений, начала бизнеса или перехода бизнеса в более позднюю стадию. Понятно.